Самый яркий писатель России XXI века. Книжный обзор известных книг Алексея Иванова. Алексей Иванов – писатель, который известен многим своей способностью создавать произведения разных жанров. И все они получаются прекрасными. Кажется, за что бы ни брался писатель, все у него выходит лучшим образом. Иванов – писатель разноплановый, пишет исторические романы. У него и нон-фикшн есть, и фантастика, и суровый реализм, и про вампиров даже есть, и приключенческий роман найдется. В данной подборке подобраны самые красивые и нежно любимые поклонниками Ивановой книги. В них можно утонуть и отключиться от реальности. Я бы советовала читать именно в том порядке, в каком они перечислены. Сердце Пармы. Действия происходят в 15 веке, диком времени. Здесь автор показал, как московское княжество разрасталось и пыталось поработить своевольный и совершенно языческий Урал. С вагулами, суровыми богами, устоявшимся укладом жизни. Золото Бунта. Очень близкое к роману. Сердце Пармы. Товары отправлялись по реке. Железной дороги же еще не было. А по реке быстро и практически безопасно. Только нужно найти того человека, который проведет барку. Это такое судно, не разбив ее о скалы, торчащие то тут, то там. Здесь нужен огромный опыт и чутье. Добавим сюда вагулов, язычество и любовь из сердца Пармы, а также личную семейную драму, связанную с поисками золота и честью отца. Табол много званых, табол мало избранных. Две книги, охватывающие огромный пласт событий по количеству героев и проработанности сюжета близка к войне и миру. Да и по объему тоже. Петровское время, покорение Сибири, война с жунгарами, поиски золота в языческих могилах, любовь, преданность, отвага, религия. Старая и новая книга полна самых разных линий. Лето исчисления от Иоанна. Книга понравится тем, кто оценил книги, о которых я говорила ранее. Это история о противостоянии двух титанов русского средневековья Ивана Грозного и митрополита Филиппа. Пищеблог. Известная книга Иванова рассказывает о пионерском лагере летом 1980 года. Атмосфера передана идеально. Дети бубнят речевки и больше всего боятся пропустить Олимпиаду. А где ее смотреть-то? В лагере? Руководство лагеря подворовывает выданные на смену продукты. А по ночам в комплексе орудуют вампиры. Стоп-стоп, кто? Да-да, вампиры. И один мальчик решает им противостоять. Географ Глобус Пропил. Нуждается ли в представлении эта книга? Думаю, нет. Не факт. Благодаря фильму не факт. Но надо понимать, что содержание книги несколько отличается от фильма. Здесь меньше любви и больше личности географа. Ненастье. Нравится эта книга очень и очень многим. Главный герой – простой водитель, прошедший Афган. Он организует ограбление спецфургона, перевозящего деньги большого торгового центра. При этом Иванов утверждает, что сам роман не про деньги и не про бандитов, а про ненастье в душе. Про отчаянные поиски причины, по которой человек должен доверять человеку в мире, где торжествуют только хищники. Но без доверия жить невозможно. Псоглавцы. Атмосфера, спивающаяся деревня, торфяные карьеры и руины уголовной зоны. В эту глубинку приезжают трое молодых реставраторов, чтобы снять со стены заброшенной. Как и все вокруг – церкви, фрески, на которой изображен псоглавец. Еретическое изображение святого Христофора с головой собаки. Выясняется, что деревня в старину была раскольническим скитом. Отсюда выплывает психоделическая история о порождении псоглавца. Комьюнити. Человек – это его айфон. А дает чем-то пелевицким. Не так ли? Главный герой погряз в своей идеально строящейся жизни. Однако в один момент вся его сказка и мечта обрывается. А появляется практически оккультный мотив. Когда он обнаруживает необычную древнюю надпись на могильном кресте. Книга начинает рассказывать о таинственном сообществе, где участники вовлекаются в интеллектуальную игру, обсуждают дуновение чумы в этом мире. Блуда и мода. Романтичная и милая история о лагере Примуда – муниципальном учреждении дополнительного образования. Методист ловко решает сложившиеся у коллектива проблемы с тем, что нужно проверки показать. Не приехавших, но профинансированных детей. Параллельно умудряется совращать то одну, то другую преподавательницу учреждения. Видим попытки похода на вершину людей совершенно разных идей. Гаишника, чиновника, директора самого муда. «Общага на крови» – одна из первых книг Иванова, хотя опубликована была сильно после выхода других. История жизни внутри одной общаги, где случается самоубийство. Философские разговоры, попытки отстоять свою честь, поиски себя, яркая разность характеров, приправленная свободой начала 90-х. «Тени Тевтонов». Самая свежая книга Иванова вышла в начале 2021 года. Две линии – Тевтонский орден Средневековья и 1945 год. Все связано с проклятием одной семьи, где из поколения в поколение мужчина ищет старинный меч Тевтонов. Да, все не выходит. Книги Иванова активно экранизируют. Часть из них как будто создана для того, чтобы стать фильмом. Многие видели фильм «Географ Глобус Пропил». Экранизирована не Настя и другие книги. Правда, не везде Иванов согласен со сценарием, поэтому местами его имя убрано из титров. Наверняка многие знают, что был экранизирован «Табол». Причем и в виде фильма, и в виде сериала. Так вот, ни то, ни другое к книге отношения тоже практически не имеет. Фильм – это всего одна сцена из книги. А сериал – то же самое, но растянутая по времени. Плюс еще пара сюжетных линий. Также вышла экранизация в виде сериала «Пищеблог» и фильма «Общага на крови». И в скором времени роман Алексея Иванова «Блуда и муда» станет сериалом. Надеюсь, сподвигло вас на чтение этого автора. Он определенно лучший из современных авторов России. И что радует, он молодой. Надеюсь, еще много напишет.